Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, гости нашего канала! Наступили адвенты, и я решила снять ролик и немного рассказать вам о том, что такое адвент, и не только рассказать, но и показать, как делается символ этого праздника, символ этого месяца, адвентский веночек. Что такое адвенты? Адвент – это в переводе с латинского языка «приход». Это четырехнедельный период подготовки и время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова. Этот праздник очень распространен в западной христианской культуре. И вот самой популярной традицией адвентов является адвентский венок. Изготовление адвентского венка лежит в очень-очень глубоких корнях. По одной из легенд, в первый раз такой венок был сконструирован Иоганном Генрихом Вихерном. Это в 1800-х годах. Он взял на воспитание несколько бедных ребятишек, и малыши, ожидая Рождество, ожидая рождественского таинства, постоянно его спрашивали, когда же начнется Рождество, когда будут подарки. Иоганн смастерил из деревянного колеса венок и поставил на него 28 свечей. Ну, на тот момент, наверное, оставалось 28 дней до Рождества. Каждый день он зажигал по свече. И так дети могли определить, сколько же времени осталось до праздника. Я, друзья, рассказывают своими словами всё это. Но самые важные из 28 остались 4 свечи. Почему 4? Это 4 воскресения до Рождества. У нас принято с первых адвентов зажигать по одной свече. Первое воскресенье горит одна свеча. Следующее воскресенье загораются две свечи. Свечи не догорают до конца. Третье воскресенье – три. И в четвёртое воскресенье зажигаются все четыре свечи. Что означают эти четыре свечи? Первое – это первое воскресенье адвента. Первая свеча означает свеча пророчества. Она символизирует библейские пророчества, предшествующие появлению Спасителя – Иисуса Христа. Вторая свеча адвента зажигается во второе воскресенье вместе с первой. Это вифлеемская свеча, названная так в память о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем и о рождении младенца Иисуса. Третья свеча – свеча пастухов. Зажигается в третье воскресенье вместе с первыми двумя. Теперь в венке горят уже три свечи. Эта свеча посвящается пастухам, которые с помощью ангелов первыми нашли младенца и поклонились ему. И четвёртая свеча называется свеча ангелов и зажигается в канун Рождества. По-другому его называют сочельник. Она символизирует божественную сущность Спасителя. Ну вот такая интересная традиция существует. Верить этому, не верить. Ну вот такой венок очень прекрасно дополняет предпраздничное настроение. Этот венок мы всегда ставим на рождественский стол. Прекрасный декор. И, мои хорошие, кому интересно, я сняла небольшой мастер-класс по созданию вот такого веночка. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим к работе. И ещё, друзья, хочу добавить, что ни одно деревце не пострадало. Мы с Эдуардом поехали в лес, поехали на вырубку. К сожалению, сердце кровью обливается в виде, как вырубают у нас леса. Ну, с такой катастрофической скоростью лес, куда мы ходили за грибами, за ягодами. Остались одни пеньки, как говорится, поля и голые пеньки. Так вот, веточки мы собирали именно на вырубке, подбирали земли. Поэтому, дорогие любители природы, мы также очень любим природу и бережём её. Ни одно деревце не пострадало. Ну, переходим к мастер-классу. Итак, друзья, для работы нам понадобятся сами веточки. Как зелёненькие, так и сухие веточки, голенькие для основы. Я приготовила уже бантики. Планирую их крепить около свечей. Ну, и какие-нибудь игрушки. Девчат, это на ваше усмотрение. Какие материалы у вас есть в доме. Можно использовать всё, что угодно. Какие-то цветочки, шишечки. Ну, любой, любой, совершенно любой материал. Какой венок вы хотите создать. Какая фантазия у вас. Ну, я подобрала то, что у меня есть. Ну, давайте приступим к работе. Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот, друзья. Такая основа для нашего веночка получилась. Скрутили веточки, придали форму круга. И теперь приступаем ко второму этапу. Начнем обкладывать наш каркас веточками. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот, друзья. Такой веночек у меня получился. Пушистенький, мохнатенький. И теперь приступаем к его декорированию. Заранее не готовилась. Подобрала материалы, какие у меня есть. Сначала думала обмотать веночек этой красной ленточкой со снежинками. Но потом решила, что слишком много будет у меня готовы вот такие бантики сделала из этой ленточки. И нашла у себя, взяла свои бусы. Бусины имитация под жемчуг. И обкрутим этот веночек этими бусинами. Чуть побольше расстояния, чтобы нам их хватило на весь веночек. Разделим этот венок как бы на зоны, в которых будем вставлять остальной декор. Так, надеюсь, мне хватит. Так, наверное, еще один раз можно открутить. И застегнем бусики. Так, ну вот, приблизительно так у нас получается. Сейчас расправим все. Бусы, наверное, мы опустим вниз на основу, чтобы торчали веточки. Так, ну, как-то так у нас получилось. Очень трудно, друзья, все это делать в обнимку с камерой. Так. Ну, приступим теперь к украшению игрушек. Я взяла такие елочные игрушки, шарики, вот такие колокольчики. Проделаю в них проволочку. Наверное, соединю вместе, чтобы удобнее было крепить. Так. И будем вставлять эти игрушки вот между... Так. Одна игрушка у нас есть. Берем следующую. Так. И еще одну вставим здесь. Так. так, ну, вот игрушки у нас на местах. Ну, как я вам говорила, девчата, использовать можно все, что угодно, все, что есть под рукой. Очень красиво смотрится так же сушеные дольки апельсинов, мандаринов. Ну, вот я не подготовилась. Адвенты уже начались. Поэтому использую то, что у меня есть. Так. Игрушки у нас на месте. Осталось нам прикрепить свечи. Сейчас буду пробовать, наверное, пистолетом, потому что в основании мне их трудно будет продеть. Буду надеяться, что будут держаться. Да, продеть в основании практически невозможно. Очень все закрутила сильно. Так. Беру термопистолет. Так. Пускай подсохнет немножко. А то расплавить свечу. Так. Сюда вставим. Буду надеяться, что будет держаться. Сюда. И сюда место между игрушек. Так. Пистолет пока отложим. Так. Быстро поставила свечу, и она начала плавиться. Клей горячий. Надеюсь, застынет. Так, друзья, свечи у нас на месте. Вот такой веночек у нас получается. И теперь надо к свечам прикрепить бантики. Также, наверное, буду их на пистолет, на горячий клей. Так. Посмотрим, что у нас получится. да. так ну вот так оформлена у нас будет каждая свеча так девчат сейчас я приклею бантики ну вот друзья мы завершили нашу работу веночек получился лаконичный скромненький у меня не оказалось под рукой но я наверное куплю и воспользуюсь искусственным снегом знаете продаются такие баллончики которым можно попшикать веночек и будет ощущение покрытия снегом работа заняла не очень много времени само плетение веночка какое-то время занимает декор как видели очень быстро на проволочке накрутили ну вот такая идея у меня создалась дорогие мои хорошего предпраздничного вам настроения декабрь вообще волшебный такой месяц очень интересно приятно когда мы в заботах когда мы ищем подарки для друзей приятные хлопоты ну вот такой любой веночек украсит рождественский и новогодний стол дорогие мои если видео понравилось ставьте лайки ну не понравилось ставьте дизлайки конечно же подписывайтесь на наш канал кто первый раз у нас этом буду заканчивать хорошего вам настроения и пока пока до новой встречи субтитры сделал DimaTorzok и